Снежана со своим мужем Владимиром представляет Украину на международных соревнованиях по танцам на колясках. Как рассказывает спортсменка, из-за карантина отменились соревнования и тренировки. Мы вообще практически не выходили из дома. Мы так решили, что у нас такая категория, что лучше не заболевать. Сразу отменилось, у нас планировались и сборы, чемпионат Украины должен был быть весной. Отменились тренировки, потому что нельзя было приходить, заниматься в спортзале. Конечно, у всех, в принципе, все одно и то же, потому что этот карантин, этот вирус, он идет по всему миру. Людмила из Покровска из-за коронавируса и карантина не смогла оздоровить своего ребенка, который имеет инвалидность первой группы. Мы просто просидели дома, в закрытых четырех стенах. Мы посещаем центр реабилитации для детей с инвалидностью и подростков. И вот в связи с этим коронавирусом, он был закрыт на пять месяцев. Естественно, боролись, доказывали, что это неправда, что у нас в городе Покровске никого не было с подозрением коронавирусной инфекции. Наконец-то нас услышали, открыли всего лишь полмесяца, как мы работаем. Дети не смогли оздоровиться в течение лета. Вот сейчас уже сентябрь месяц, мы только выбили деньги. И, наконец-то, мы из Покровска ежедневно ездим на Соленые озера, чтобы хоть немножечко оздоровить детей. Сказался карантин и на занятости людей с инвалидностью, их социальной активности, работе организаций, утверждает председатель Донецкой областной организации людей с инвалидностью Надежда Паламарчук. У нас структурные подразделения в городах и районах, и мы это очень ощутили, что мы не можем встречаться. Мы многие мероприятия проводим теперь в режиме онлайн. Это и областные комитеты доступности, и городские, и разные конференции, совещания. Но это накладывает свой отпечаток, что ты лишний раз не озвучишь ту проблему, которая есть в режиме онлайн. Это не так все просто. Хотя-то и видим друг друга, но это совершенно другое. Артур Сичкарев оказался в инвалидной коляске в 2011 году. Рассказывает, что и так непростая жизнь с массой ограничений усложнилась из-за коронавируса. По всей Украине все сталкиваются с множеством проблем в связи с коронавирусной инфекцией. Ну, нас поставили в какие-то рамки, хотя мы и до этого были в каких-то рамках, нас теперь в более узкие поставили. Сейчас у нас нет должного внимания социальных служб, нет оздоровительных каких-то мероприятий, которые были раньше. Раньше нам постоянно выдавали какие-то путевки. Сейчас же этого нет. Никто нам ничего не говорит, никто даже не обещает, когда это закончится. Карантин продлевается из месяца в месяц, из месяца в месяц. Сами же люди с инвалидностью и их опекуны готовы отстаивать свои права на помощь и оздоровление. Ну, что такое ребенка с инвалидностью закрыть в четырех стенах? Это не получать ни общения, ни внимания, ни друзей, которые его сверстники, такие же, как он. Поэтому это все, конечно же, права были нарушены в том плане, что дитё деградировало. Это все развитие ушло на несколько шагов назад, потому что родители все равно не дадут такого должного развития, как дается специалистами, профессионалами. В городском совете Славянска утверждает, что управление социальной защитой и терцентр во время карантина оказывали помощь людям с инвалидностью. У нас действовали карантинные мероприятия независимо от того, к людям с инвалидностью или нет. То есть все ограничения, которые были по общественному транспорту, плановому осмотру медицинскому в целях их же безопасности, конечно же, к ним были применены тоже. Однако у них была возможность, еще раз хочу сказать, что благодаря работе терцентра и управления соцзащиты обслуживаться на дому, и многие получали обслуживание именно в этот момент дома. Понятно, что нарушать карантинные мероприятия госучреждения просто-напросто не могут, потому что с них будет спрос, если такие нарушения будут и выявлены будут. Но, по крайней мере, у меня нет информации о том, что вот такие злостные нарушения в этом направлении были. Карантинные мероприятия, безусловно, важны во время пандемии коронавируса. Но не менее важно заботиться о правах людей с инвалидностью, которые и так испытывают массу неудобств в обычной жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова